В этом уроке мы рассмотрим поподробнее, для чего нужна модерация и как она может помочь именно вашему проекту. С момента создания ваш сервис уже будет доступен по прямой ссылке всем пользователям. Но его не будет в поиске, а при первом открытии у таких приложений будет отображаться экран подтверждения запуска. Также им будут недоступны некоторые другие возможности платформы. Например, автоматические рассылки, буквенный адрес или размещение в подборках. И все-таки, прежде всего, модерация нужна для того, чтобы мини-приложение попало в каталог сервисов ВКонтакте. Это достаточно базовый процесс, который откроет вам новые инструменты, как для привлечения новых пользователей, так и для возврата тех, кто уже посещал ваше мини-приложение. После прохождения модерации ваш сервис получает стартовый фичеринг. Он попадает в раздел «Новые» в каталоге, что сделает его более заметным для пользователей и поможет собрать свою первую аудиторию. Но фичеринг – не единственное преимущество каталога. Помимо этого, после попадания в каталог в ваше мини-приложение можно будет найти в глобальном поиске ВКонтакте и при поиске в каталоге сервисов. Приложение получит возможность размещаться в других инструментах продвижения. Будет иметь возможность работать с автоматическими рассылками и устанавливать счетчики-каунтеры на иконке в каталоге. А также вы сможете установить свой буквенный домен для ссылки на приложение. Помимо каталога сервисов, пройдя модерацию, у вас будет возможность разместить мини-приложения в каталоге приложений для сообществ. Благодаря этому администраторы сообществ ВКонтакте смогут устанавливать сервисы в свои сообщества, а сами приложения будут работать в контексте текущего сообщества. Установка в сообщества позволит мини-приложению взаимодействовать с виджетами, сообщениями, фотографиями и документами этого сообщества. Также есть отдельные процессы модерации, которые открывают дополнительные возможности для ваших мини-приложений. Например, модерация для использования голосов. Вы можете реализовать в своем сервисе магазин виртуальных ценностей и продавать их за голоса. Это могут быть, например, игровая валюта или дополнительные функции в приложении. Принимать оплату голосами могут только те мини-приложения, которые размещены в каталоге, либо прошли модерацию только для использования голосов. Уже после небольшой проверки вы с легкостью сможете продавать виртуальные ценности внутри вашего сервиса за голоса с помощью нативных методов библиотеки WK Bridge. И еще один случай, когда вы можете столкнуться с модерацией, если решите поддержать нативный запуск мини-приложения на iOS. По требованию Apple для работы на платформе iOS все мини-приложения и игры обязаны использовать технологии запуска из архивов с помощью ODR. После того, как вы подготовите мини-приложение к работе в режиме ODR, вам нужно отправить архив на проверку. А когда проверка закончится, ваш сервис будет открываться нативно на всех устройствах с iOS. Как же попасть в каталог? Модерация в каталог состоит из двух частей. Проверки приложения модераторами платформы и бета-тестирования участниками программы WK Testers. На первом этапе мы проверяем, что приложение соответствует нашим правилам и корректно отрабатывает заявленные сценарии. На втором, в процессе тестирования, вы сможете отловить и исправить баги, получить фидбэк по механикам и дизайну от потенциальных пользователей, проверить сервис на наличие уязвимостей и других возможных проблем. О том, как проходит модерация, мы поговорим с вами поподробнее на одном из следующих уроков. Таким образом, мы познакомились с основными преимуществами и видами модерации на платформе WK MiniApps. Будьте готовы, что после прохождения модерации тысячи пользователей будут иметь доступ к вашим сервисам. А сама процедура модерации – способ проверить, что в вашем мини-приложении нет критичных недочетов. И также получить доступ к новым возможностям платформы для привлечения и удержания пользователей. Субтитры создавал DimaTorzok